Очень вас люблю. Сильно скучаю. Несомненно, встретимся в ближайшем будущем. Уже второй раз подряд Дмитрий встречает Новый год не дома. Но несмотря на большое расстояние, его супруга Елизавета порадовала мужа новогодним подарком. В этом году он уже получил любимую туалетную воду. По словам хабаровчанки, самое главное – там за ленточкой воспоминания о доме. Какие-то где-то запахи, какие-то платочки, что-то, что было дома. Для них самое важное – это почувствовать, что вот оно, где-то родное, но оно так далеко, столько километров. На встречу с губернатором пришли 9 семей. На видеосвязь с любимыми вышли бойцы 64-й и 57-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад и 14-й отдельной гвардейской бригады спецназначения. Несмотря на официальную обстановку, беседа получилась теплой и практически семейной. За чашкой чая жены и дети бойцов поделились своими переживаниями и пожеланиями. Возвращайтесь скорее, живыми, здоровыми и непредимыми. Мы с любимыми обнимаем, очень сильно скучаем. Дорогой папочка и его сослуживцы, поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроя, ну и, конечно же, победы с Новым годом. Дети бойцов, безусловно, испытывают сложные чувства, но, конечно же, рады повитаться с отцами. Губернатор спросил их, кем они планируют стать. Оказалось, в министерских креслах будущие переводчики, психологи и стоматологи. Восьмилетний Петр решил, что будет спецназовцем, как папа. В этот раз у Деда Мороза он попросил рации и гантели. Но самое главное желание связано с отцом. Я хочу, чтобы папа поскорее вернулся уже и все было хорошо. Никогда, чтобы папа не уезжал. Разумеется, без подарков никто не ушел. Дети получили сладости и рюкзаки. А жен военных порадовали теплыми шарфами, шапками и варежками. От хабаровского дизайнера Григория Горковенко. Марина Мамедова, Вячеслав Бончужный. Для Большого города.